Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами парапсихолог Екатерина Старшевская. Здравствуйте, Екатерина. Доброе утро. Начать наш разговор хочу с вашего во многом уникального опыта, поскольку вы человек из Владивостока, оказавшийся на известном телешоу «Битва экстрасенсов». Расскажите, что вас туда привело и что это за опыт был для вас? Опыт был очень интересный на самом деле. На кастинг я попала, ну, просто решив повеселиться. Ну, почему бы нет, да? В принципе, вся жизнь наша – это игра. Меня позвали в Москву непосредственно на эту битву. Я была, честно, я была очень удивлена. Вообще с Приморского края, ну, людей там еще не было. И продюсеры были, да-да-да, конечно, Екатерина, у вас такие способности, вы так правильно угадываете. Я говорю, да не угадывай, просто смотри, говорю. Можно угадать наперстки. Люди с какими-то способностями, они не угадывают, они просто передатчики, скажем так, информации. Ну, мы просто умеем считывать информацию с информационного поля. Для меня, на самом деле, это как-то связь математики, физики, биологии, химии. Как-то больше так даже. То есть вы к этому подходите с некой рациональной какой-то точки зрения? Конечно, да, с рациональной точки зрения, с научной больше даже. Потому что, в принципе, мы все, да, наша Земля, наша Вселенная, это все биоинформационное поле. И с него можно просто научиться правильно считывать эту информацию. Смотрели фильм «Матрица»? Конечно. Помните? Вот, вот компьютер, да? Цифры, буквы, числа. Коды. Все, коды, все имеет свой запах, все имеет свое ощущение, свой вкус, свой цвет, свою консистенцию. Мы должны общаться здесь с планетой, мы должны общаться со своей природой, мы должны ее слышать. И тогда мы услышим себя в первую очередь. Если мы будем слышать себя и любить себя, то не нужно будет не завидовать, все будет просто приходить само собой. Но все-таки пока мы еще слишком далеко не ушли от темы телешоу, в котором вы поучаствовали, вот сколько сезонов оно идет, столько идут, ну, некие споры, может быть, да, или разговоры между скептиками и людьми, которые склонны верить в то, что там происходит, что сколько в этом шоу и сколько в этом действительно людей с некими уникальными способностями, с каким-то тонким ощущением этого мира окружающего. Вот что вы можете сказать, как человек, который побывал там? Выбирают, конечно, сильнейших все-таки, да, самых, наверное, тонко чувствующих. Но это в первую очередь это битва. Это битва людей, которые пытаются доказать самим себе, наверное, в первую очередь, да, что они чего-то стоят. Ну, и, естественно, это шоу. Поэтому выбираются не только личности с внутренним миром тонким, но и личности, которые будут хорошо смотреться. Создавать спецэффекты. Конечно, конечно, конечно. Ну, на самом деле их там много. Давайте скажем так, даже актер – это человек с тонкой душевной организацией. Безусловно, да. Даже актер видит мир по-другому. Мы все, по сути, актеры здесь. Абсолютно все. Мы в любом случае играем какую-то роль. Да, кто-то свою, кто-то одевает маску и играет, и живет чужую жизнь. Поэтому трудно сказать, насколько много там сильных личностей. Но они однозначно, безусловно, есть. Если говорить о вас, о том, как вы в себе свои способности обнаружили, как вы научились с ними жить, как вы научились себя понимать, как это происходило? Это очень тяжело, на самом деле. Я до сих пор себя не понимаю. По большей части я до сих пор тренируюсь управлять теми силами, которые есть. Это сложно. На самом деле сложно. Вам когда пришло в осознание, что вы человек, который может нечто большее, нежели большинство окружающих людей? Наверное, лет 9 назад, или 10. Да, наверное, уже все-таки лет 10 назад. Постепенно у меня было большое потрясение в жизни. Скажем так, я была в мини-депрессии некоторое время, и выходила я посредством видений, которые ко мне приходили в этот момент. Я честно, я прибежала к сестре и сказала, боже, кажется, я схожу с ума. Может быть, вызвать врача? Она говорит, стоп, тихо, тихо. Все, просто пришло время. И начала мне рассказывать, что, оказывается, очень многие женщины в нашем поколении занимались тем-то, тем-то, тем-то. Начала давать мне книжки, потому что она старшая сестра, она более уже понимает и знает, что к чему. Каждый день, на самом деле, я сама себя тренирую, я каждый день прохожу какие-то уроки, каждый день учусь. Мы же люди эмоциональные, мы живем эмоциями, мы живем чувствами. И все-таки, как бы ты себя не тренировал, как бы ты не любил людей, себя и все остальное, в любом случае, что-то периодически злит. Это очень нельзя. Это нужно в себе прямо гасить, потому что, когда ты начинаешь злиться, ну, такие люди, да, энергетические, емкие, скажем так, начинают злиться, все начинает просто рушиться вокруг. И рушится, соответственно, жизнь тех людей, на кого ты злишься, рушится, соответственно, и твоя, потому что возвращается абсолютно все. Что ты отдаешь, что ты получаешь. А что касается вас, в какой момент к вам люди стали пытаться приходить и просить, может быть, помощи, советы или какого-то влияния на их жизнь? Вот сколько я себя помню, вот с детства я себя помню, ко мне всегда приходили за какой-то помощью, что-то помочь, что-то объяснить, что-то рассказать, просто поговорить, кто-то поплакаться в жилетку, скажем так, да. Кто-то за каким-то советом. Я не очень люблю давать советы в связи с тем, что в любом случае человек послушает, но сделает он по-своему. Я могу дать какое-то напутствие человеку, потому что в любом случае выбор делает сам человек в своей жизни. Просто случайно получилось так, что лет пять назад я рассказала почти весь год, как он пройдет, подружка. Мы просто сидели, хохотали, и почти весь год вперед я там, будет вот эта ситуация, будет вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и как-то так пошло-пошло. Я не люблю на самом деле объяснять людям, которые не готовы, а люди, к сожалению, не готовы слышать и не готовы меняться. Не хотят услышать то, что они хотят. Я не говорю этого. Я говорю то, что вижу. Обычно людям это не нравится. Потому что приходится работать над собой, приходится меняться, приходится убирать какие-то свои привычки. Ну, не хотите, не надо. Вселенная в любом случае подведет человека, который нуждается в помощи. Они всегда подходят ко мне. Если человек нуждается в помощи, он просто каким-то образом нас, Вселенная сталкивает, и мы встречаемся, и я помогаю. Вот, кстати, вы начали очень хорошую тему о том, что люди, да, порой проявляют некий инфантилизм или, я не знаю, что вот я хочу, да, направляются вот к такого рода людям и пытаются воздействовать на других людей, дабы получить «я хочу». Вот в этом смысле вы на правах парапсихолога, да, человека, который многое знает, многое понимает об окружающем мире. А чего бы вы в первую очередь предостерегли таких вот не вполне, может быть, зрелых, зрелых, да, психологических людей? В первую очередь того, что в любом случае вы за это заплатите. Очень многие, к сожалению, думают, что платить придется деньгами. Нет. Платить придется здоровьем, платить придется какими-то ситуациями, которые будут складываться в вашей жизни. Негативными, к сожалению, потому что все-таки воздействие на личность без его согласия – это негативное воздействие. И в любом случае оно возвращается сторицей. Не стоит это делать. Потому что плюс к тому, что сам человек будет страдать, да. А представляете, вы приворожили человека, какого-то там, мужчину, да, женщину, ну, как обычно девчонки вот с ума сходят. Нет, она приворожила парня, он сходит по ней с ума, он, соответственно, начинает устраивать ей скандалы, потому что он не понимает, почему он рядом с ней, ему плохо. И где-то через полгода он ей надоедает. А он-то от нее уже никуда не отойдет. Совершенно никуда не отойдет. И куда бы она ни пошла, он будет ходить за ней хвостиком, со скандалами, криками, воплями. Соответственно, это психологически очень энергоемко и затратно. Зачем? Вы ощущаете свою некую, ну, назову это громким словом, миссию, да, которую в силу того, что вам дан определенный талант, вам нужно выполнить жизни. Ну, условно говоря, там, если человек понимает, что у него есть способности к музыке, да, вот все большие музыканты, они считают делом своей жизни музыку топуляризировать, да, там, доносить ее до людей. Вот человек, которому дано понимание вот такое, как вам, чувство окружающего мира более тонкое, какую-то свою миссию... Да, у меня есть миссия, я ее не так давно поняла, это, на самом деле, очень сложно. Скажем так, последние, особенно, три года ко мне подходят такие же, как я, но которые только начинают. Это, в принципе, моя задача, моя жизненная задача, я очень долго в этом разбиралась, учить, направлять таких, как я, с какими-то энергетическими задатками, с какими-то способностями и возможностями направлять в нужное русло, чтобы они не шли непонятно куда, там, привораживать, не злились ни в коем случае, потому что на самом деле, ну, я вот смотрела, да, на том же проекте, там, на поляне, очень многие, к сожалению, уходят в нижний мир, берут энергию из нижнего плана. Это временная энергия, которая дает иллюзию, просто иллюзию, что ты велик. Нет, она не дает, это просто иллюзия. Намного больше информации, намного больше энергии, когда ты начинаешь брать из высшего плана, там ее вообще безграничное количество. Некоторые меня называют училкой. Я говорю, все, куплю очки, указку, сделаю класс, буду бить всем по рукам. Это очень сложно, потому что люди, нет одинаковых людей, нет одинаковых способностей, нет одинакового видения. И к каждому нужно подобрать свой ключик. Есть задача, нужно выполнять. Потому что если такие люди, как мы, свою задачу не выполняют, нас очень больно за это наказывают. Нас прям за это наказывают. И я знаю несколько примеров, и на своем опыте я пыталась от этого отказаться. И быть обычным человеком, войти в социум, как говорится, ну, не дают. Поэтому из социума мы вышли и начали смотреть все это другими глазами. А вообще, вот это у меня такое ложное ощущение, или так на самом деле есть, что в последние годы интерес к теме всего иррационального, чего-то такого экстрасенсорного, может быть, это подпитывается и телевидением, СМИ, но он как-то вот повышается. У людей есть больший запрос на то, чтобы пытаться общаться с какими-то людьми, которым доступно несколько иное понимание жизни, мира. Это действительно телевидение, это соцсети, в основном соцсети, на самом деле. Кстати, да, еще один такой. В основном соцсеть, потому что все хотят жить хорошо и прекрасно, прикладывая к этому минимальное количество внутренних своих усилий. А, то есть это опять же эгоизм. Как же, конечно, да, опять же эгоизм, который мы должны в себе на самом деле, ну, как-то... Подавить. Ну, подавить, это не совсем то слово, да, как-то пересмотреть. Пересмотреть, да, потому что эго, оно все-таки какое-то должно быть, да, так здоровый эгоизм на нормальном уровне, потому что если ты будешь всех жалеть, это тоже совершенно неправильно. Ты должен в первую очередь обращать внимание на себя, да, иначе тебя просто разорут. Что вы со своим пониманием жизни и мира считаете воплощением успеха, которому, наверное, стоило бы стремиться каждому здравомыслящему человеку? Вот на ваш взгляд. Внутренняя свобода. Это основное и главное. Быть внутренне свободным, не зависящим от общества, не зависящим от чужого мнения, да, и делать то, что нравится именно тебе. Если ты не хочешь чем-то заниматься, ни в коем случае не нужно этим заниматься. Вселенная откроет другие дороги и другие какие-то варианты, да. Самое главное – быть свободным, быть уверенным в себе, любить себя и любить, соответственно, этот мир. На такой аксиоме, да, доказательство которой каждый может проверить на собственном опыте, можно завершить наш небольшой разговор. Спасибо. Я думаю, что ваши слова были полезны многим зрителям. Может быть, кто-то что-то подчеркнул на себя? Я тоже надеюсь, что кто-то что-то для себя услышит, то, что ему необходимо, и все-таки начнет развиваться. Спасибо, Екатерина. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!